Новости в эфире. В студии работает Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. О работе Организации ветеранов рассказал президенту председатель общественного объединения Бахты Кожа из Мухамбетов. Депутат Мажелиса и член национального Курултая доложил, что сейчас организация реализует два проекта по медиации и соцподдержке граждан. Старшее поколение активно участвует в общественном контроле и борьбе с паводками. Как специалист с богатым опытом в сфере энергетики, Бахты Кожа из Мухамбетов представил свои предложения по развитию нефтегазовой отрасли, а также сельскому хозяйству, религиозной ситуации, озвучил идеи по стабилизации цен на продукты питания в регионах. Я рассказал президенту о работе, которая ведется по депутатской этике. Кроме того, доложил о том, что делают советы ветеранов в регионах, а также озвучил ряд своих рекомендаций. Сенаторы в первом чтении одобрили закон о науке и технологической политике и соответствующие поправки. Цель новелл – обеспечить благоприятные условия для развития отечественной науки. Также депутаты рассмотрели и одобрили закон о производстве и обороте органической продукции. Он призван стимулировать местных производителей продуктов питания и повысить их конкурентоспособность на внешних рынках. Законом предусмотрены основные условия прихода к производству органики. Установлены прямые требования к ее маркировке и введена система учета и надзора за органической продукцией. Законы разработаны с целью развития рынка органической продукции в Казахстане. Они определяют правовые, экономические и социальные основы производства и оборота. Кроме того, поправки предусматривают меры государственного регулирования рынка органической продукции и стимулирования производителей. В целом, одобренные законы будут способствовать повышению качества органической продукции и конкурентноспособности отечественных производителей. Премьер-министр Алжас Бектенов совершил рабочую поездку в Алматинскую область, где ознакомился с промышленными и транспортно-логистическим потенциалом региона. Глава Кабмина также посетил объекты, работающие на импортозамещении, убедился в темпах реализации мегапроекта президента «Комфортная школа». Какие поручения дал премьер-министр, расскажет батогос Базарбаева. В Кунаеве запланировали масштабные работы по благоустройству. 13 проектов уже реализуют. Всего в пуле 23 перспективных предложения. Общий объем капиталовложений составит 470 миллиардов тенге. Алжас Бектенов заслушал отчет и по развитию специальной экономической зоны Валатау, где планируют реализовать 11 инвестпроектов на 380 миллиардов тенге. Это позволит создать 7 тысяч новых рабочих мест. В результате вблизи Алматы должен вырасти крупный мегаполис, который станет промышленным, образовательным и логистическим центром. Глава правительства ознакомился и с реализацией национального проекта «Комфортная школа». Учебные заведения уже строятся в новом городе Валатау. Его введут в эксплуатацию до конца этого года. Школу обеспечат необходимой инфраструктурой и передовыми образовательными технологиями. Премьер подчеркнул, важно качественно выполнить строительные работы и завершить восстановленные сроки. Он поручил ускорить разработку и прохождение государственной экспертизы новых проектов и строго контролировать соблюдение сроков сдачи возводимых объектов. Премьер посетил и индустриальные зоны региона, где ознакомился с работой компаний, производящих железобетонные изделия, строительные материалы и продукты питания. Ему презентовали новый инвестпроект по созданию крупнейшего в СНГ высокотехнологичного автоматизированного птицеводческого комплекса. Ожидается, что после запуска предприятие будет производить 240 тысяч тонн мяса птицы в год и обеспечит работой около 6 тысяч человек. По оценке экспертов, птицефабрика полностью удовлетворит потребности страны в мясе птицы, что снизит зависимость Казахстана от импорта. Будем поддерживать важный проект. Продовольство и безопасность – это вопрос номер один. Мы должны сами себя обеспечить по основным группам продовольствия. Поэтому будем поддерживать сейчас конкретную форму, проработаем сейчас Минэкономики, БРК, другие институты. Мы используем последние разработки в области выращивания, в области убоя, в области переработки отходов в том числе. Он будет соответствовать самым последним стандартам ИСЖ практики, мировой практики, которая подразумевает глубокую переработку всех отходов, производимых этой фабрикой. В целом, общий объем промышленного производства Алматинской области за последние 4 месяца вырос на 3,2% в сравнении с прошлым годом и уже перевалил за 500 миллиардов тенге. Путагуз Базарбаева, 24 КИЗ. Генпрокуратура восстановила права 26 жителей страны пенсионерам Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Североказахстанской области и Абая сделали пенсионные выплаты, которые они не получали по разным причинам. Общая сумма начислений превысила 20 миллионов тенге. Нарушения выявили при проверке на предмет соответствия позициям Конституционного суда. Всего прокуроры проинспектировали больше 15 тысяч уголовных и 4,5 тысяч гражданских дел. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. К слову, сегодня состоялась встреча генерального прокурора с председателем и судьями Конституционного суда. В онлайн-режиме подключились и региональные прокуроры. Стороны договорились и дальше тесно сотрудничать. Ситуацию вокруг Центра международных программ «Булашак» сегодня прокомментировали в Министерстве науки и высшего образования. Глава ведомства СС от Нурбек заявил, что бывшая стипендиатка Валерия Гавриленко погасит свои долги за обучение перед Центром. Соглашение с ней уже подписано. Правда, подробности об условиях не сообщил. Но рассказал, что также начались проверки в отношении бывших сотрудников «Булашака», которые незаконно позволили вывести из-под залога ее имущество. Мои коллеги продолжат. Стипендиатка, которая не исполнила свои обязательства по программе «Булашак», возместит всю сумму государству самостоятельно. Об этом заявил министр науки и высшего образования. По словам СС от Нурбека, на днях Валерия Гавриленко подписала специальное соглашение. Кроме того, ведутся следственные мероприятия по привлечению к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ. Профильное ведомство написало письмо в Генпрокуратуру, чтобы ускорить процесс. Речь идет о работниках «Булашака», которые незаконно выдали бывшей стипендиатке документы о снятии с залога ее недвижимого имущества. Так как Гавриленко взяла на себя полностью возврат денег, с ней уже подписано соответствующее соглашение, и деньги она начала уже выплачивать, то, соответственно, претензии к гарантам у нас снимаются. Вместе с тем, я еще раз подчеркиваю, мы вынуждены были инициировать иск на всех трех несущих обязательства сторон, потому что по законодательству они несут солидарную ответственность, мы вынуждены были это сделать. В случае, если Гавриленко выплатит всю сумму, гаранты просто претензии снимаются. Я думаю, сильно переживать не надо. Однако сами гаранты Гавриленко, Наталья Воробьева и Макпал Дарибаева, заявление министра о том, что сильно переживать не стоит, считают преждевременным. Подписать соглашение – это не значит выплатить долг, считают они. Обещать не значит жениться. Она может подписать, но не платить. И опять, через какой-то период, опять этот долг не будет погашен, и опять эти все обязательства лягут на нас, на гарантов. Будут ли гаранты выплачивать за обучение своей бывшей коллегии, в каком объеме, пока не ясно. Это решит суд. Апелляция назначена на 4 июня. Речь идет о почти 30 миллионах тенге. Это сумма за обучение Гавриленко по программе «Балашак» и выплата судебных издержек. Напомню, в 2019 году девушка нарушила условия программы каким-то образом, вывела две свои квартиры из-под залога и выехала за рубеж. А ответственность по выплате огромных ученических долгов переложила на двух своих коллег, выступивших гарантами. Бутогос Базарбаева, Наурсбай, Курмангазе, 24 КИЗ. Антикор задержал ректора Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова. Осет Калиев был назначен руководителем Актюбинского вуза в сентябре 2022 года. До этого он возглавлял управление здравоохранения Актюбинской и Жамбылской областей. Ранее СМИ сообщили, что Калиева подозревают в получении взятки в размере 12 миллионов тенге. В Шымкенте осудили руководителя и главного бухгалтера местной противочумной станции. Их признали виновными в получении дачи взятки за трудоустройство, а также в хищении 2 миллионов тенге при оформлении фиктивных командировочных расходов. Чиновникам придется выплатить штраф 48 миллионов тенге. Кроме того, им пожизненно запретили занимать должности на госслужбе. В Кустанайской, Павлодарской, Североказахстанской и Акмолинской областях засеяли 63% площадей. Это почти 14 миллионов гектаров. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалей Бердалин. По его словам, посевная идет по плану. Без зерновых мы не останемся. В этом году Министерство энергетики увеличило объемы льготного дистоплива на весенние полевые работы, выделив дополнительно 36 тысяч тонн. У нас то, что мы запланировали, больше 23 миллионов гектаров мы засеемся. В связи с тем, что у нас дополнительные земли есть. Если по агротехническим нормам у нас есть поля, которые оставляются на паровые клетки, так называемые, которые мы должны спахать. Если необходимость у фермы, если есть несколько затопленных полей, он может просто те поля, которые должны были остаться под пар, он засеет эти поля. Поэтому никто из регионов сейчас не подтверждает, они говорят, что все гектары, которые они планировали, все засеются. Фермерам Актюбинской области некуда сдавать шерсти и шкуры крупного рогатого скота. Нет пунктов сбора и переработки, поэтому сырье они выбрасывают. Эту проблему у руководителей крестьянских хозяйств поднимают не первый год, когда ее решат, выясняли наши корреспонденты. Талгат Нуржигитов больше 10 лет занимается животноводством. В хозяйстве лошади, коровы и овцы тонкорунной породы. Ежегодно здесь получают свыше тонны шерсти, сбывать ее некуда. Покупают шерсть только ремесленники, но лишь незначительную часть. Все остальное приходится выбрасывать. Не пользуются спросом и шкуры животных. Ежегодно примерно 100 голов крес шкуры выкидываем и на 400-500 голов мороз их шерсти выкидываем. Вообще по городу я, по Казахстану, по западу нет такого по переработке шерсти, по приему шерсти. Ежегодно обещают, по переработке будем завод строить уже, какой-нибудь обещают. Некуда сбывать шерсть и сотням других хозяйств. Хотя продажа шерсти и шкур животных позволила бы покрывать затраты на услуги по стрижке овец и убой скота, говорят фермеры. Однако они остаются невостребованными. Более 4 тысяч хозяйств. Всех у нас мы 100% выкидываем шкуру и шерсть. У нас сейчас себестоимость выращивания скота ложится только на место. Шерсть в основном используется именно вот эта шерсть, которая полутонкая, но в легкой промышленности. Шкуры есть два направления. Сейчас самое актуальное, самое хорошее направление – это производство желатина. Ежегодно в регионе производят больше 3000 тонн овечьей шерсти. Из нее будут изготавливать теплоизоляционные материалы. Строить завод по переработке шерсти в областном центре уже начали. Запустить его должны в конце этого года, говорят в управлении сельского хозяйства. В следующем году планируют сдать в эксплуатацию предприятие по переработке шкур крупного рогатого скота. Оба предприятия указаны в дорожной карте, в которой предусмотрены все пути ввода и эксплуатации. По Казахстану, например, будет вводиться 3 или 4 предприятия. Один из них у нас рассчитан на мощность 1000 тонн в год производства желатина. Это переработка шкуры. По данным специалистов, в области увеличиваются инвестиции в перерабатывающий сектор. С начала года привлечено около 14 миллиардов тенге. В сфере легкой промышленности сейчас работает 21 предприятие. Три года назад их было 17. В этой сфере работают порядка 300 человек. Так как регион индустриальный, производство в основном представлено выпуском специальной одежды, специальной обуви, текстильных изделий. В целом, по итогам четырех месяцев текущего года, произведено продукции на 3 миллиарда тенге. До 2027 года в сфере обрабатывающей промышленности планируют реализовать 30 инвестиционных проектов. Это позволит создать 5000 новых рабочих мест. Наталья Салькова, Булат Молдогалеев, Октубе, 24 КИЗ. В Западно-Казахстанской области строят 12 школ. Однако весенние паводки внесли свои коррективы. Несколько объектов в потопленных районах возводят с отставанием от графика. Альбина Кумаргалиева расскажет подробнее. После нескольких лет ожидания разбирательств в Уральске началось долгожданное строительство 31-й школы. Приступить к работам инвестор должен был еще 4 года назад, но начать вовремя не смог. Процесс затянулся из-за отсутствия финансирования, рассказали в Акимате. Теперь учебное заведение построят за счет государства. Сейчас на стройплощадке кипит работа. Детей возим в другие районы, устали, школу никак не достроят. Все ждем, ждем, уже четвертый год вот так. Ну вроде бы сейчас что-то началось, продвижение какое-то. Надеюсь, достроят наконец-то. Мобилизацию данного объекта мы начали в конце февраля текущего года. Здесь был ранее залитый фундамент, пришлось демонтировать. Демонтаж занял примерно где-то месяц. На данном этапе идет кирпичная кладка стен второго и третьего этажа. Идем уверенными темпами. В этом году в регионе построят еще 11 школ. Два учебных заведения в селах Сарал-Жен и Жарсуат возведут за счет компании-недропользователя. Девять по нацпроекту «Комфортная школа». Однако до конца текущего года подрядчики могут не успеть сдать объекты, рассказали в профильном ведомстве. Идет отставание от графика. Большое отставание у нас в основном по Бурлинскому району в рамках «Комфортная школа». По информации Самрок Констракшн, они планируют до конца текущего года обеспечить вот всех 9 школ. Однако, хотелось бы отметить, что имеется со стороны МИО контроль мы ведем. И мы видим, что на сегодняшний день имеется реальное отставание от графика производства работы. Подрядчики ссылаются на весенние паводки. Наводнение привело к дефициту рабочих кадров на объектах. В регионе началась большая стройка. Все рабочие кадры стянуты в потопленные населенные пункты. Ощущаем реальный дефицит кадров. Производительность упала на 50%. Во-вторых, потоплены карьеры, где мы брали ПГС. Поэтому мы не можем приступить даже к благоустройству территории. В регионе 375 школ. Из них 14 находятся в аварийном состоянии. Еще в 10 дети учатся в 3 смены. Вопрос с аварийными и трехсменными учебными заведениями местные власти обещают решить в течение ближайших трех лет. Альбина Кумыргалева, Булат Желгасов, Эльдара Юпов, 24КИЗ, Уральск. Жители Шимкента сегодня получили бесплатную юридическую помощь в рамках акции «Народный юрист». В решении проблемных вопросов горожанам помогли известные адвокаты, прокуроры, следователи, руководители госорганов. Подробности в сюжете. Хиуаз Алишева пришла на акцию «Народный юрист», чтобы решить вопрос о земельном участке сельхозназначения. По словам женщины, часть ее земли из-за неосвоения возвратили государству. Но об этом решении она ничего не знала. Сегодня она получила профессиональную консультацию от юристов и написала заявление прокурору. Мой земельный участок был больше гектара. За его возврат государству я должна получить компенсацию. Мне сегодня все объяснили и сказали, что позаботимся о решении этого вопроса. Вместе с тем в городе растет задолженность отцов по выплате алиментов. Сумма превышает 2 миллиарда тенге. В ходе акции были выслушаны обращения матерей-одиночек по алиментам и имущественным вопросам. По ним юридическую помощь женщинам оказали более 30 специалистов Департамента юстиции. Очень много вопросов по работе судебных исполнителей. Просят объяснить по тем или иным ситуациям. Самое главное, сегодня люди смогли найти решение своих проблем и получить направление. С 2016 года в республиканской акции «Народный юрист» приняли участие более 8 тысяч специалистов. Лучшие эксперты и представители государственных органов оказали юридическую помощь и помогли населению повысить правовую грамотность. Здесь собрались высококлассные специалисты от Департамента юстиции, прокуратуры и суда. Мы все вместе стараемся помочь в решении всех вопросов в правовом порядке. За 8 лет проведения акции «Народный юрист» было рассмотрено более 165 тысяч заявлений. По словам специалистов, это мероприятие будет продолжено и в дальнейшем. Статья президента Касанжимарта Токаева о роли средних держав на глобальной политической арене актуальна и своевременна. Так считает вице-президент швейцарского внешнеполитического форума Давид Чиквиаидзе. В эксклюзивном интервью нашему каналу он отметил, что сегодня в подходах международной политики отсутствует или притуплен так называемый многодесторонний менталитет. Смысл особенный и своевременность статьи в том, что вот эти огромные, мощные, самые большие государства, они никак не могут действовать в новых условиях. То есть вот это наблюдение со стороны взрослых за остальными, его нет, потому что за взрослыми некому наблюдать. Подход многосторонний к политике внешней, к международной политике, он в принципе отброшен и где-то на обочине лежит. В такой ситуации средние державы, как Казахстан, могут стать ответственными игроками на глобальной арене, содействуя принятию решений в условиях геополитической турбулентности, уверен Чиквиаидзе. Если посмотреть не только на Казахстан как площадку международных переговоров, мирных переговоров, самый недавний пример это Азербайджан и Армения, но вспомните и астанинский процесс в контексте Сирии. Казахстан вместе с другим очень важным игроком в категории средних государств, Азербайджаном, договорились, что они будут поставлять зеленую электроэнергию через кабель в Каспии, через кабель в Черном море, через Грузию в Европу. Так что роль Казахстана и таких средних государств, как Казахстан, она только растет. Более 6 миллиардов долларов составил объем одобренного в 2023 году суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций в Евразийском регионе. Максимальный объем вливаний среди участников Евразийского фонда стабилизации и развития одобрен Казахстану. Это 838,7 миллиона долларов на 33 операции. Мера направлена на содействие в реформах в налогово-бюджетном управлении и финансовом секторе. Евразийский фонд стабилизации и развития – это региональный механизм объемом более 9 миллиардов долларов. В 2009 году его учредили Казахстан, Россия, Кыргызстан, Беларусь, Армения и Таджикистан. Цель – содействие экономической и финансовой стабильности в регионе. В 2023 году Казахстан занимает лидирующее место среди стран Евразийского экономического союза по объему одобренного финансирования со стороны международных финансовых организаций. Если смотреть на перспективы 15 лет, мы видим, что Республика Казахстан занимает второе место во всем Евразийском регионе по объему одобренного финансирования с цифрой порядка 16 миллиардов долларов США. Республика Казахстан Благодаря современному оснащению делать их будут и в Шемкенте. Я уже не первый раз в Шемкенте. Я смотрю на тот прогресс, который сейчас происходит в онкоцентре. Это очень позитивное изменение в сторону оснащения, изменение в сторону, скажем так, подходов, в сторону минимально инвазивных. То есть это очень такая позитивная динамика. Казахстан является ключевыми воротами для производителей продуктов питания из ЕС, стремящихся выйти на рынок Центральной Азии. Только в прошлом году сельскохозяйственный экспорт Европейского Союза в нашу страну составил 702 миллиона евро. Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в ходе своего первого визита высокого уровня в Казахстан. Вместе с ним в Астану приехала делегация из 40 агропродовольственных предприятий Евросоюза. Они участвуют в международной выставке пищевой промышленности Интерфуд Астана 2024. На площадке десятки компаний из 12 стран презентуют широкий спектр товаров от пищевых добавок и алкогольных напитков до оборудований для пекарен. Впервые в этом году главным партнером события выступает Европейский Союз. Для меня большая честь встретиться с каастанскими европейскими коллегами на этой площадке, в стране, которая по сути является родиной яблок. На выставку мы также привезли яблоки особого сорта из Италии. Наша компания была создана 25 лет назад. Экспортируем фрукты в Северную Америку и Азию. Эта площадка – уникальная возможность наладить взаимовыгодное сотрудничество и расширить торговые связи. В Колумбии запретили кориду. За законопроект проголосовали 93 депутата, двое против. Закон вступит в силу с 2027 года. Власти заявили, что больше не допустят пытку животных, замаскированную под традиционное развлечение. А до тех пор государство пообещало предоставить альтернативную занятость для тех, кто прежде зарабатывал на смертельных боях с быками. Отмечу, сейчас корида популярна в восьми странах. Среди них Испания, Мексика и Эквадор. В преддверии Международного дня защиты детей юные актеры Дворца школьников в Алматы представили пьесу «Аккостурала Анас» известного поэта Нурлана Уразалина. Сказка о белой птице рассказывает историю добра и зла и о том, как важно оставаться честным и справедливым. Наргиза Токижанова побывала на спектакле. Это не первая роль, которую исполнила каракат Бекмухамед. В этом спектакле она играет одну из главных ролей. Минсулу, так зовут героиню, в раннем возрасте остаётся сиротой и в одиночку преодолевает трудности. Но это лишь закаляет её характер, делится школьница. Она умная, мудрая и очень смелая девочка. Мне очень понравилась эта роль. Я почувствовала себя такой маленькой и в то же время такой сильной. Сыграть сразу несколько образов удалось Камиле Турсенбаевой. В театральную студию она пришла совсем недавно. В этом спектакле «Ахкос» «Стураланас» я играю в массовых сценах. В первой сцене я играю ангела, поющего ангела, который защищает главную героиню Минсулу. А во второй сцене у меня уже другой образ. Я играю отрицательного персонажа Мустана. В четвёртой сцене я уже цветочек. Эти три образа для меня очень близки уже. В каждом образе я себя показываю по-другому. Если в первой сцене я очень нежный ангел поющий, в второй сцене я уже тень Мустана, и там я могу добавить всё, фантазию раскрыла. Вечная борьба добра и зла. Что победит в итоге? Психологическая пьеса с нотками лирики призывает задуматься о бытие. В ней очень много современных отголосков. Пьеса учит справедливости и раскрывает главные темы человеческой сущности. Легенда белой птицы – это сказка для детей о нашей современности. Здесь конфликт происходит именно на нашей душе. Чёрная сила всегда диктует своё. А против чёрной силы может восстать светлая сила. Это белая птица. Белая птица, она витает в душе каждого. Я думаю, что в этом смысле наши дети маленькие из кружка, они как-то сумели осветить, сумели войти в образ. К спектаклю готовились около двух месяцев, рассказывает режиссёр Асия Малимова. Удивительная история о том, как добро побеждает зло. Тема актуальна во все времена, делится она. И потому очень важно прививать детям именно положительные качества. В этом спектакле играют ученики из разных школ. 17 детей приняли участие, полюбили свою роль, отнеслись к ней очень серьёзно. Кроме того, каждый сам выбрал себе персонажей. К слову, произведение «Аккустурала Анас» было написано ещё в 1981 году. И с тех пор является лауреатом многих международных театральных конкурсов. Наргиза Такижанова, Мухит Кудыкбаев, 24 КИЗ, Алматы. Ну и к данному часу это вся информация. Всего доброго и до свидания.